Приветствую вас! У человека произошла трагедия, как потерял своего ребенка, и его история, это история человека переживающего боль утраты. Боль тяжелую, боль невыносимую, боль страшную. Я не буду в данном случае зачитывать текст, потому что мне кажется это несколько неуместным. Именно просто по этическим соображениям. Я думаю, что человеку нужна поддержка, я думаю, что человеку нужна обратная связь, я постараюсь в данном случае ее дать. Значит, во-первых, мои соболезнования вам, вот, и я постараюсь ответить вам не как человек сочувствующий. Потому что мне думается, что сочувствие вы, наверное, получили от своих близких людей, от своего окружения. Я думаю, что от еще одних слов сочувствия совершенно незнакомого человека мало что изменится. Я постараюсь ответить вам с точки зрения профессионального. И первое, что хочу сказать, это то, что вам обязательно нужно пойти на психотерапию и обязательно поработать с психологом. Регулярно, на регулярной основе. Вот, потому что травма, которую вы сейчас переживаете, она сильнейшая. Вот, есть риск того, что вы будете ею покалечены сильно. А как бы то ни было, я думаю, что он ваш сын хотел бы, чтобы вы были счастливы, чтобы вы жили дальше и чтобы вы, в общем и целом, его помнили. Вряд ли, если вы будете страдать, вряд ли, если вы будете оглядываться назад, вот, ваша память о нем будет светлой. Безусловно, чувствуется очень много боли в вашем сообщении. Безусловно, чувствуется бесконечное количество боли, бесконечное количество пробаний. И я думаю, что это нормально. Я думаю, что в какой-то степени вы действительно большая молодец, что держите, что проживаете это. Вот, проживаете это как можете, как умеете. Вот, я думаю, что вы бесконечно сильный человек. Хотя вам от этого, я не думаю, что легче от того, что кто-то считает вас сильным человеком. Тем не менее, мне хочется это сказать, поэтому я это вам и говорю. Еще мне, пожалуй, хочется вам сказать, что вам будет сильно, сильно легче. Если вы спросите себя о том, чего бы хотел для вас ваш ребенок. Вот, что бы он хотел для вас. И я думаю, что ответ на этот вопрос помог бы вам стать к нему ближе. Стать к нему, вот, как-то почувствовать его. Для вас это было бы очень важно. И я бы даже сказал Виталий. В то же время, то, что я скажу сейчас, будет не очень, возможно, для вас приятно, поэтому заранее хотел бы извиниться за это. Вот. Я думаю, что вы своего сына не отпустили. Я думаю, вы, я думаю, с ним не простились. Я думаю, что вы в какой-то степени продолжаете бороться с тем, что произошло. Это нормальная реакция на психотразму, которую вы получили. Нормальная абсолютно реакция, но это очень, с точки зрения психологии, это очень такой тревожный звоночек. Тоже такой тревожный сигнал о том, что вы остаетесь вот в этом самом симбиозе и в какой-то степени действуете так, как будто бы вашим все еще, все еще, ну, все еще живет. Очень важно отпустить человека, очень важно проститься с ним, очень важно попрощаться с ним. Вот. И вот что самое сложное, что самое сложное, это признать и заметить, что вы можете, вопреки всему, на него чувствовать злость, вы можете злиться. В этой ситуации, в абсолютно невозможной ситуации, человек запрещает себе злость, запрещает себе какие-то проявления эгоизма. Вот. Для... Ну, для человека это кажется абсолютно неприемлемым. Такая вот история. А это очень важно, потому что это единственное. Вот. Таким образом, появляется целостность. Вы, как бы, возвращаете себе целостность, которая сейчас оказалась разрушена. Вот. Я также думаю, что вам нужно учиться жить заново. Вот. Вы озвучили довольно тревожный момент, где вы говорите, что вы однодума. Крайне нежелательно быть одной. Я не знаю, как вот вы, ну, в целом, да, вот социализированы, да, то есть насколько у вас хорошая социализация, насколько она качественная у вас социализация, но... Только с психологом, как вы понимаете, это можно сделать только со специалитами. И только это делается, на мой взгляд, в течение какого-то времени, то есть это, к сожалению, время не быстро, не быстро в это время. Вот. То есть, к большому сожалению, в это время такие процессы не происходят быстро. Важно понимать этот момент, важно отдавать себе вот маршрут, что такие процессы быстро не происходят. Что нужно? Вам нужно заново учиться говорить о себе. Учиться заново говорить о себе, о своих чувствах. Вот. То, что вы описали, то, что вы написали, тут очень мало про вас. На самом деле, очень мало про вас. То, что вы написали, это в основном про вашего ребенка, но не про вас. То, что вы написали, это про идеализацию его, это о да вашему сыну. Здесь очень мало, очень мало про собственного. Вот. И в какой-то степени переведение внимания с него, с него на себя, да, переведение внимания, вот это очень важный момент. Это очень важный момент, который крайне необходимо провести и сделать. с этого вы начинаете, с этого вы начинаете с вы. Да. Это может быть невероятно больно. Это правда. Да. Это может быть очень тяжело. Вы снова вернетесь, снова вернетесь в свою какую-то историю, да. Вот. Вы снова столкнетесь, столкнетесь с чемпи. Вот. Очень, таким, тяжелым. И именно поэтому так важно, чтобы вы не были одна. рядом с вами был кто-то, чтобы рядом с вами были люди, готовые, действительно вас выслушат, которые действительно быть с вами рабом, готовые действительно поддерживать вас. не какими-то словами, но просто своим присутствием. Вот. И помогать вам постепенно снова обретать себя, постепенно оживать. Что называется. Вот. Грубо говоря, сейчас я очень сильно вам противоречу, потому что насколько сильно вы можете быть нацелены. сейчас на своего сына. Но настолько я сейчас обращаю ваше внимание на вас. и вы будете от этого бежать, вы будете от этого убегать. Вы будете стараться не замечать этого. И я прекрасно понимаю вас, я прекрасно понимаю ваши чувства. Вот. И поэтому говорю, что вам нужна помощь. А вот, пожалуй, то, что я бы хотел вам сказать. Конечно, вы можете в какой-то степени переключиться на определенную опору, например, на веру. Вот. И постараться оперировать здесь факторами веры, если вы верующий человек. что-то мне вот подсказывает, что вы как раз верующий человек. Вот. Вы можете опереться на это и вот. Может быть, самостоятельно это сделать, да. Может быть, это сделать еще раз священника, вот. Это поможет вам вплести в вашу религиозную картину. Вот. То, что произошло. Но это необходимо сделать. Вот. И потихонечку жить дальше. Очень важный момент здесь, очень важным моментом здесь является все поглощающее чувство вины. Что я виноват в том, что это произошло. Вина за каждое свое действие, которое вы сделали. Вот как вы переписываете, что раньше там вас ругались, но теперь для вас это мечта. Как её配ло то, что, в принципе, как будто вы literally Вы были убега, что-то, когда вы получили что-то, как-то, как бы, прибыли, вы были, внули, флейблор и рот, как будто бы. есть верующие виноваты, какие мы разбили, И чувствую вины, по сути, за каждое проявление себя, свои ценности, своих эмоций. Вот, какого-то, может быть, какого-то, не знаю, насколько это вот корректно было бы, так сказать, эгоизмом своего, хотя, вне всякого, вне всякого сомнения, мы не можем сказать, что это эгоизм. То есть мы можем сказать, что это абсолютно нормально было и так далее. Но ввиду такого вот влияния, да, ввиду вот такого, можно сказать, потрясения. Вот, это всё свелось на них. Вот такой момент, на который тоже очень важно обратить ваше внимание. Чувство вины, это обращенное на самого себя. Чувство Отграничение От Другого. Да? С одновременным обесцениванием, обесцениванием, вот. С ведением себя, да? Низвержением, если хотите, если хотите. Себя. Да. А до какого-то вот ничтожного состояния. Ну, понятно, что ничего, опять же, хорошего, да, ничего хорошего в этом, да ладно, быть не может. Вот. Вот. И именно поэтому я и говорю про ту работу, которая должна быть проведена. Как-то так, какой-то такой ответ я хотел бы вам дать. Я надеюсь, что это было вам как минимум не бесполезно. Вот. А максимум помогло бы для себя что-то увидеть. Словом, словом, самого доброго.